Трудные места И сказал об этом так Да сгинет день, в который я рожден И ночь, что сказала зачат мальчик Я цитирую свой собственный перевод День тот да будет тьмой Пусть Бог на небесах о нем не вспомнит И свет на него не прольется Как можно проклинать уже прошедший день? Ну, можно, конечно, сказать Да проклят будет день, в который я рожден Но это оценка того, что я рожден Это что-то вроде лучше бы мне было и не рождаться Но проклинать этот день Считать, что он должен сгинуть Это как? Вот вычеркнуть его из календаря Взял старый календарь Вычеркнул там крестиком какую-то дату И что? И день исчез И человек, который это сделал Растворился в воздухе Он перестал существовать Как если бы его не родили Он же еще и проклинает ночь зачатия Тоже немножко так поэтично Ночь, что сказала зачат мальчик Понятно, что его родители, зачав мальчика Наверное, не знали, что они в этот момент зачали мальчика Это какая-то вот ночь Как некоторая стихия Которая сама это узнает И все это рождается не просто в день Но все это рождается в момент еще зачатия Кстати, ответ на вопрос Когда начинается индивидуальность человека Понятно, что зародыш в первую неделю Не обладает ни сознанием, ни чувствами, ничем вообще Но он уже обладает индивидуальностью Сегодня скажут, что он обладает уникальным генетическим кодом И он существо, которого никогда до него не было И после него не будет Но только если они близнецы У них одинаковые геномы Но еще и вот в языке Иова звучит это зачат мальчика Как уже не просто яйцеклетка оплодотворилась А как уже человеческое существо Хотя оно всего лишь еще в потенции А не явлено как готовое Ну ладно, это я отвлекся Так как же можно проклинать день? Давайте еще дальше прочитаемся в моем переводе День тот добудет тьмой Пусть Бог на небесах о нем не вспомнит И свет на него не прольется Ну ладно, Бог не вспомнит, а свет-то уже пролился Пусть он достанется тьме Пусть его охватит мрак кромешный Тучи скроет, ужаснет затмение Смотрите, он говорит не просто Пусть этот день никогда не случится в прошлом Он говорит, пусть этот день не будет отличим от ночи Фактически он отрицает сотворение мира И сказал Бог, да будет свет, и стал свет Помните, начало книги Бытия И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем, а тьму ночью Первое разделение в этом мире, которое происходит И что же это? Вот Иов говорит, а пусть его не будет Пусть свет от тьмы не отделяется Почему? Потому что в жизни Иова свет от тьмы не отделяется Потому что Иов абсолютно человек света Он делает все ради Бога Он делает все так, как нужно делать А его постигает тьма Его постигает самое страшное Что только может человеком произойти И он говорит, если так, если в моей жизни Смешались свет и тьма, пусть не будет этого мира Потом очень многие герои Иван Карамазов, Марина Цветаева Не герой, а поэт будут говорить Пора творцу вернуть билет И Иван Карамазов примерно так же скажет То есть не просто я не хочу жить Самоубийство, да Иов не совершает, кстати, самоубийство Он только что отверг его И ему говорила жена А похули Бога и умри То есть, в общем, такой способ умереть Произнеся богохульство Очевидно, она считала, что сразу молния Поразит Иова, и достаточно сказать Богохульство, чтобы сразу же сходу умереть Иов категорически этого не хочет И мог бы он, конечно, совершить самоубийство Иными способами, но он говорит Что Бог дал, то Бог и взял Да, и мою жизнь он дал, мою жизнь он возьмет Значит, не мне это решать Но при этом он говорит Пусть исчезнет целый мир Почему человек, который не хочет убить себя Вернуть билет творцу самым простым способом Я не пропагандирую ни в коем случае Я говорю, что такие мысли у людей бывают И вот даже Иов в его беде Эти мысли отрицает А потому что мир-то останется И он говорит, нет, мир должен быть рассотворен Мир, в котором добро и зло не разделены Если так, пусть свет и тьма не будут разделены Если мы не живем в мире, где вот светлый кусок Тут всегда добро И темный кусок тут нечестивцы Их туда загнали, сослали Они сами туда себя опекли И пусть они там в этой тьме живут И все с ними плохое случается Но мы к этому миру тьмы не причастны А мы сами в мире света Не, люди часто так-то все описывают Да, я воин добра и света А вы все понятно кто Вот, но Иов говорит Это должно быть так не только со мной Но в этом мире Это так не происходит И сейчас, говорит он Богу Я начну с тобой это выяснять Я начну с того, что ты мир сотворил не так Мощная заявка И вы знаете, мне кажется Что вот если бы Иов сказал Ну вообще-то, Господи Вот если можно только Чтобы я не очень болел Чтобы у меня вот как-то получилось Все, что там с моей семьей Получше, чем оно получается Чтобы еще там пропитание было Вот не было бы этой книги Со многими людьми подобные вещи происходят И они подобное говорят А Иов говорит Мир несправедлив В целом С миром надо что-то делать Он никуда не годится Ну и с этой отправной точки Начинается книга Иова Одна из самых интересных С моей точки зрения Книг Ветхого Завета Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok